Взгляд закона семейном насилии позволит сбыться предсказанию патриарха Л. Закон о семейном насилии позволит сбыться предсказанию патриарха 25 ноября 2019 года, 18.30 фото, Егор Алеев, ТАСС Если будет принят закон о профилактике домашнего насилия, это внесет разлад в существующие семьи и поставит под угрозу создание новых. Потому что семья с точки зрения этого законопроекта чистый яд. Ускоряющийся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации. Об этом говорится в аналитическом отчете счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года. По приведенным контрольным органам данным, численность постоянного населения РФ по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 миллиона человек. С начала года численность сократилась на 52,5 тысячи. Человек, а миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения лишь на 76%. А по итогам 2019 года число россиян сократится на 284,8 тысячи. Человек, такую цифру озвучили в Минэкономразвития. Это практически на 30% больше, чем предусматривал план по достижению национальных целей развития. Не случайно в положениях послания президента Федеральному собранию на 2019 год значительное внимание было уделено вопросам рождаемости, поддержки семей. Глава государства отметил, что для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача для государства, для гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий и средств массовой информации. Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период. Рождаемость, как вы знаете, снижается. Была поставлена и задача на рубеже 2023-2024 годов добиться возобновления естественного прироста населения. А глава РПЦ Патриарх Кирилл в своей речи на Всемирном русском народном соборе 18 октября 2019 года отметил, неблагополучная демографическая обстановка сдерживает экономический рост России. Угрожает социальным гарантиям старшего поколения, а в случае дальнейшего ухудшения чревато утратой территории и распадом государства. И это не страшилка. Нормализовать ситуацию призван национальный проект демографии, который направлен на улучшение демографической ситуации в стране. Согласно его рабочей версии, к концу 2024 года планируется повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7. Но для этого что-то надо делать с падением рождаемости и недостаточным снижением смертности. Конечно, необходима всемирная поддержка материнства, создание благоприятных условий для молодых семей. Не хотелось бы, чтобы панацеей стало повышение темпов привлечения мигрантов. Но для этого необходимо вовремя выявлять иные угрозы, которые могут существенно повлиять на самый негативный сценарий изменения рождаемости. Одной из таких угроз является принятие закона о профилактике домашнего насилия. Некоторые его нормы, заимствованные из зарубежной практики, способны существенно снизить привлекательность семейной жизни и, как следствие, привести к снижению рождаемости. Механизмы защитных предписаний, которые дают возможность фактически изгонять одного из членов семьи из дома, беспрецедентное вмешательство НКНО в жизнь российских семей, не только являются мощнейшими коррупциогенными факторами, но и создают поле для различного рода манипуляций в семейной жизни. Соблазн наказать давление и достичь своих личных целей с помощью неоднозначных законодательных норм неизбежно внесет разлад в уже созданные семьи и станет мощным удерживающим фактором от создания новых. Также я не представляю себе, как этот закон может заработать на Кавказе и в южных регионах России. Однако могу дать 100% вероятности, что желающие помониторить практику его применения представителей зарубежных правозащитных организаций, да и российских НКНО, поедут именно туда. И будут расшатывать ситуацию там. Все это приведет к обострению ситуации в данных регионах, повышению градуса неприятия федерального центра, принимающего такие законы. Еще один важный момент, говоря только об одном виде насилия семейном мы невольно отодвигаем на второй план, нивелируем, делаем второстепенными иные проявления этого опаснейшего для общества явления. Есть много иных проявлений насилия, которые носят не менее, если не более опасный и вредный для общества характер. А кто будет бороться с ними? Ведь совсем не обязательно, что речь идет о том, что отдельные люди звереют, только переступив порог своего дома. Сегодня градус насилия и готовность его совершить, к сожалению, не снижаются в целом. И склонный к насилию человек будет применять его и в другой обстановке, с другими людьми. Не получится ли так, что, ставя заслон в одном месте, мы спровоцируем их на еще большие проявления агрессии в других местах, от чего пострадает более широкий круг людей. Это совсем не значит, что с семейным насилием не надо бороться и не надо его осуждать. Оно отвратительно. Но говорить о нем необходимо в контексте общего противодействия насилию, всем его проявлениям в нашем обществе. Тема домашнего насилия чувствительная и эмоционально значимая для людей, взвешенное отношение к ней индикатор зрелости общества, его самобытного пути, верности историческим традициям. Технологии, с помощью которых продвигается данный законопроект, строятся на фальсификации статистических данных, подмене понятий, введении людей в заблуждение. Мы уже давно знаем, что Запад это плохой пример для подражания. Особенно в сфере семейных отношений и будущего детей. Сегодня большинство насильственных и других противоправных действий совершается в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Эта беда является главной причиной разладов и конфликтов в наших семьях. О бестоках такого положения надо говорить отдельно. Но и одними призывами к здоровому образу жизни проблему не решить. Если мы говорим о предотвращении домашнего насилия, то необходимо вернуться к практике принудительного лечения от этих страшных недугов. Реализация таких мер позволит существенно изменить основы и причины возникновения бытовых конфликтов, снизит общий уровень насилия в обществе. Но опять же эта проблема актуальна не для всех регионов Российской Федерации. Надо обратить внимание на пропаганду насилия. Она захлистывает людей с утра до вечера, становится обыденным явлением, как бы частью нашей жизни. Поэтому нельзя неоправданно заужать тему домашнего насилия, а, говоря о жертвах, подразумевать только женщин, а дети, а представители старшего поколения. Да и мужчины у нас тоже гибнут, к сожалению. Самое главное вывести домашнее насилие из скрытой зоны. И 90% здесь должна сделать профилактика. А законодатели тех российских регионов, которые считают необходимым предусмотреть специальные меры противодействия этому явлению, имеют возможность предложить свои региональные законодательные акты в указанной сфере. Не пытаясь подстричь под одну грибенку всех в этом деликатном и чувствительном для людей вопросе. А пока специфические НКНУ хотят влезть в наши семьи, представить нас стадом насильников, которых надо поставить в стойло. Поэтому у людей идет отторжение этих инициатив. Офа. Разрушение семьи ослабит Россию, спровоцирует дальнейшие демографические проблемы, создаст условия для дестабилизации российского общества. Таким образом, принятие законопроекта о профилактике домашнего насилия создаст прямые предпосылки для того, что печальный тезис, озвученный патриархом, может быть реализован на практике. Продолжение следует...